То есть люди грамотные, духовные, развитые, они очень лояльно относятся к другим духовным традициям. Это признак развития духовного человека. Если человек не развит духовно, он очень фанатеет. Первая стадия духовного развития в любой вере, в любой традиции — это фанатизм. То есть люди очень жёстко относятся к другим верам, очень сильно превозносят свою и ведут себя жестоко по факту к своим близким, если они не принимают ту же духовную традицию. Вторая причина заключается в фанатизме наставников, которые могут даже инициировать развод. Такое я тоже встречал. Это признак тоже безграмотности духовной. Первое, что я бы посоветовал, это решать вопросы отношений самим без наставников. Если вы чувствуете, что они будут мешать отношениям. Второе, что нужно знать, это то, что формально жена должна принять веру мужа. Формально означает посещать мероприятия, связанные с его верой. Ну, одежду, допустим, носить такую же. Но можно при этом молиться в своей вере и сохранять отношения в своей вере. Женщине это проще сделать, чем мужчине. Потому что мужчина, ему трудно очень, ну как бы это делать. Ему трудно вообще выбрать веру, а тем более как-то в другой одежде ходить там. То есть мужчина очень психикокосно работает в плане внешних каких-то вещей. Допустим, женщине легче вообще в любой обстановке приспособиться. Она легче учит языки, легче общается, легче создает отношения, контакты. Поэтому женщине лучше, легче принять сторону мужа формально. Но договориться с ним, что она в сердце, как бы в молитве, живет в своей вере. Здесь нужно сотрудничество, нужна попытка правильных отношений. Можно вопрос? У меня есть вопросы, она пока на столе. 17 лет назад вышла замуж, венчалась. 7 лет прошли нормально, потом была измена с его стороны. Простила. Жили дальше. Через пару лет он предложил развод. В итоге через 4 года я согласилась. Этот год с детьми мы жили у моих родителей. Поняла, что он мне нужен, что была неправа. После слушания лекций убедилась в этом окончательно. Надеялась летом помириться. Но при встрече он сказал, что уже поздно. У него другие обстоятельства. За это время он сменил религию. И уже по ней провел обряд с другой женщиной. Мне об этом не сказал. Вопрос, как мне исправить свои ошибки. Как его забыть, если это надо. Как объяснить детям два мальчика. На просьбу вернуться, говорит, что уже не может. Вопрос к вам или священнику. Он же уже венчанный. Какой брак для него считается законным? Кто спрашивает? Нужно видеть человека. Я все, я вас увидел и думаю. Считаю, что ваши отношения возможны. Так бывает редко. Но вот в этом случае это возможно. Вам надо ставить срок для себя. Где-то года полтора его ждать. Через 8-9 месяцев он может начать возвращаться назад. Те отношения, которые он создал, они очень фанатичны и временны. Я не вижу там глубины постоянства. Вам надо учиться воспитывать близкого человека. Не позволять ему разгульной жизни. И так же надо учиться не быть жестокой и жесткой. Вы очень категоричный человек. У вас категоричное мышление. Вы можете человека ранить своими словами. Надо учиться мягкости в отношениях. Воспитание означает мягкий стиль. Не жесткий, а мягкий. Пока не пытайтесь создать новой семьи. Вам лучше идти вот этим путем пока. Вам не надо думать так серьезно о венчании. Сейчас это мало работает. Вы должны понять, что венчание возможно, когда люди религиозно зрелые. По факту, если он с вами венчан, он не должен был вас бросать. Но раз он бросил, значит у него нет понимания, что такое венчание. Нет смысла об этом сильно думать. Потому что эти мысли вас вообще могут сбить с толку. Просто думайте о том, что он сошел с правильного пути, и вы должны помочь ему в этом. Неуниженность ваша, ненастойчивость не поможет. Поможет просто теплые отношения, разговоры. Общаться с ним надо. Так как есть дети, то они являются той силой, которая вас может соединить. Просто поощряйте его приход к детям. Заботьтесь о нем во время прихода. Ни один мужчина не отказывается от забот. Ухаживайте за ним. Готовьте ему. Да? В другой стране живет? А раньше он жил в этой стране? А почему вы уехали? Ну так вы сами бросили его, получается? Нет, вы не знаете, что я могу, когда вы не знаете, что вы угрожаете. Ну, вы этот, значит, это все усугубляет. Вы сделали неправильное решение. Если вы не рядом находитесь, то это ваше отношение невозможно. Если вы будете там жить, то это возможно, его возвращение. Но если вы будете здесь жить, то вы не сможете дотянуться до него. Женщина притягивает человека теплотой. Если он... Но он обещает приезжать к детям или нет? Ну, не а как это зависит? Ну, если он будет приезжать, то вы сможете как-то в отношении строить с ним. И, возможно, это как-то повлияет. Но я чувствую, что ваша жизнь здесь фактически разрушает ваши возможности вернуться. Ну, то есть остается где-то 5% из 100. То будет 50%. 50-60%. Высокий показатель уже будет. Если вы ради него вернетесь, об этом ему скажете. Это будет очень сильный плюс в вашу сторону. Спасибо.